Региональный Роспотребнадзор предложил ввести режим самоизоляции для жителей области старше 60 лет. Речь идет только о невакцинированных ульяновцах. Предложение опирается на статистику тяжести короны и высокой смертности среди этой категории населения. Если по вакцинации регион сделал качественный рывок, то по количеству заражений мы все еще в первой двадцатке российских субъектов. Выводы можно сделать следующие, что наметились за эту неделю некие намеки на стабилизацию, но это некие только намеки и предпосылки, но ничего к самой стабилизации как таковой нет. Будет, если продолжить системную работу. Однако пережимать тоже не стоит, читает в областном правительстве. На оперативном штабе принято решение постепенно запреты снимать. Например, с понедельника возобновили свою деятельность театры и кинотеатры, салоны красоты, фитнес-клубы, объекты торговли. Кроме объектов общественного питания, кроме объектов таких как аквапарки, бани, сауны и объекты дополнительного образования, которые готовятся к открытию со следующей недели, с 15 ноября. При этом QR-код и документ, удостоверяющий личность, теперь обязательные атрибуты визита во все вышеперечисленные учреждения. Ряд ограничений остается и для объектов культуры. Государственные и муниципальные учреждения культуры, а также кинотеатры могут осуществлять свою деятельность с 50% загрузкой, при условии, что в организации все вакцинированы и вход в учреждения будет осуществляться по QR-кодам. Учреждения доброобразования на неделю уходят на каникулы, а вот детские сады с 8 ноября входят в обычный рабочий ритм. Региональным вузам рекомендовано провести неделю на дистанте. У среднеспециальных учебных заведений и школ свой путь. Было принято решение о продлении каникул еще на одну неделю, а я напомню, что мы в регионе учимся по триместрам, и у нас очередные каникулы по учебному плану должны быть с 22 ноября. То есть, по сути, мы эту неделю поднимаем чуть пораньше, а с 22 каникул не будет, и далее у нас дети будут учиться в штатном режиме. Отдельное внимание уделяется общественному транспорту. В Ульяновской области с начала года при проведении проверочных рейдов составлено 255 протоколов на водителей и пассажиров-нарушителей. Вместе с тем в соседнем Татарстане решили больше не церемониться с таким наплевательским отношением. И через пару недель в маршрутку или трамвай без QR-кода там не сядешь. Режим ужесточается максимально. У нас осталось потерпеть неделю, и если динамика по заражениям изменится в лучшую сторону, то... С 15 ноября в Ульяновской области вновь разрешат проведение массовых мероприятий с участием более 10 человек при наличии QR-кода или отрицательного ПЦР-теста. Проведение публичных слушаний, концерты на объектах культуры, оказание развлекательных услуг на открытом воздухе, всероссийские спортивные соревнования и мероприятия, организованные в соответствии с решениями президента, федерального или регионального правительства, губернатора Ульяновской области и законодательного собрания.